Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Вадим, я очень рад видеть вас на своем YouTube-канале. Сема сегодняшнего ролика это бренд Le Jourdan Retrof. Это французский нишевый бренд, который для меня стал стопроцентным открытием 2024 года. Я очень давно так не удивлялся, я давно не был так покорен дизайном, упаковкой, но и самое главное, самими ароматами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте что-нибудь вкусненького. И мы с вами сейчас рассмотрим три аромата, чуть-чуть истории бренда, но обо всем по порядку. Значит, давайте начнем с истории бренда Le Jourdan Retrof. С вашего позволения я возьму ноутбук, потому что информации много, много имен, и будет сложновато. Значит, Le Jourdan Retrof это французский нишевый дом, один из самых первых. Он вышел на год раньше Le Artisan Parfumera. Так что, наверное, это будет первая ниша, которая, ну, условно зародила данное направление. Бенд был основан в 1975 году иммигрантом из Ленинграда Юрием Густасом, который в начале 20-х оказался во Франции. Что самое занимательное и интересное, отец семейства остался в Петербурге, и он-то как раз-таки здесь был и парфюмером, и работал на косметической фабрике. Юрий не думал, что он будет связывать свою жизнь с парфюмерией, но, опять же-таки, волей и судеб, все случилось так, что он оказался вообще чуть ли не у истоков всего парфюмерного, что только может быть во Франции. Потому что, как я понял из статьи, он входил в девятку парфюмеров, которые варили всем и вся. Потом он вставал также у истоков осмотеки Версальской. Поэтому интересная история, это однозначно. Вот, если вам будет тоже так же интересно, я оставлю в закрепе интервью и ссылочки. Почитайте, пожалуйста, это будет занимательно. Что для нас важно. В 1975 году был основан парфюмерный дом для Жордан Ретруф, и он оставался все время семейным. Значит, после смерти, собственно, Юрия в 2005 году управление домом взяли его жена и старший сын, а после смерти всех остальных уже пришел младший сын к управлению дома. И здесь уже начинается, так сказать, новый виток в развитии этого парфюмерного дома. Потому что были восстановлены формулы, был придуман новый концепт. И если так вот взглянуть всецело, они на самом деле очень большие молодцы. Потому что, во-первых, все флаконы раскручивающиеся. То есть, это экономия условно стекла, экологично. То есть, ты можешь купить рефил, перелить, и будет тебе счастье. Есть классные объемы. 15.50, рефил 125. Очень качественная упаковка. И что самое главное, как из того же самого интервью я и подчеркнул, ребята не вкладываются в офлайн-магазины, и продажа исчисляется только исключительно онлайн. И здесь тоже интересный момент, что в своем интервью он сказал о том, что в среднем цена, даже при очень крутых исходниках, получается в среднем за миллилитр около полутора евро. Это очень дешево. И что на самом деле, если пересчитывать цену за полтинник или 50, так на самом деле и получается. Я зашел на официальный сайт, нашел рефилы, и они получаются 125 миллилитров за 126 евро с половиной. То есть евро 50 за упаковочку и в чистом виде 1 евро 1 миллилитр. Но все это такая лирика, потому что, ну, нам-то интересует-то что, ароматы? Ну вот мы к этому плавно и будем подходить. Но прежде всего я хочу сказать огромное спасибо сайту парфюмерии и косметики randewu.ru. Это видео сделано вместе с ребятами. И, как всегда хочу сказать, сейчас проходит первая весенняя распродажа, где скидки на миниатюры, сэмплы, аромабоксы и косметику достигают 40%. На всю парфюмерию до 45% и на ароматы для дома до 50%. Также, пожалуйста, друзья, не забывайте путешествовать по всем разделам сайта. Я думаю, что вы там всегда найдете для себя что-то интересное, что-то новое, что-то необычное. У ребят большущий ассортимент. И, как всегда, мой именной промокод 10муниц, который подарит вам дополнительно 10% скидки на весь ассортимент магазина, начиная от 2,5 тысяч рублей. Поэтому не забывайте, пожалуйста, применять мой промокод. Вам будет приятно, мне будет полезно. Что ж, Le Jardin Retrouff. Три аромата, которые есть у меня сейчас. Один ко мне еще едет и три у меня в планах. А, по-моему, вся коллекция на данный момент насчитывает всего 9 или 10 парфюмов. Так что, как вы понимаете, я не просто так сказал, что бренд меня захватил. Давайте начнем с того аромата, который просто сорвал мне крышу. И это Mos Arashiyama. Это сад, вдохновленный Киото. И здесь у нас идет абсолютно, как я и сказал ранее, несочетаемое сочетание. Здесь одна из главенствующих нот – это ладан. Ладан красивый, ладан такой немножечко оккультный, то есть храмовый, использующийся в ритуалах. Здесь есть мастиковое дерево, что тоже добавляет больше пудровости и такой немножко эзотерической истории. Но главная скрипка здесь – это лист инжира. И, соответственно, мы соединяем несоединяемое сочный зеленый хрустящий листик и дымный, такой немножко тягучий аромат ладана. Это очень красиво. И лучшим подтверждением моих слов, смотрите, практически половина от пятнахи за несколько недель, это действительно дорогого стоит. Отдельного внимания, как всегда, хочу уделить в нем флакону и оформлению. Да, я сказал, что здесь классные коробки, здесь классные крышки, минималистичные, но при этом такие лаконичные. И, собственно, сегодня, как я и сказал, высчитал, что все флаконы это можно раскручивать и перезаполнять. Так что это очень классно, это экологично. Что еще могу сказать по поводу Moss Arashiyama? Это унисекс аромат, который подойдет любителям, опять же таки, несладких парфюмов. Здесь нет ничего, даже намека на сладость. Это красиво, это стойко, это достаточно шлейфово и ярко. Поэтому это потрясающе. Следующий сад, это будет сад Боболи. И у нас в ручках Ситрон де Боболи. Собственно, аромат, посвященный флорентийскому саду Боболи. Здесь потрясающие красоты цитрусовые. Посмотрите, какой спрей. Аромат стартует немножко с горьким сочетанием кожурки. Здесь и грейпфрут, и лимон, и цитрон, и апельсин. То есть это все такое достаточно яркое, очень окутывающее, очень освежающее. Но аромат смешан с такой смшистой базой. И он играется и на фужерной территории, и немножко на шипровой. Он горький, в хорошем смысле слова. Он освежающий, он очень-очень красивый. Сады Боболи, к сожалению, не столь стойкие, например, как Мосс Арашияма. Потому что на моей коже, наверное, часа 4-5 он звучит очень красивыми, освежающими цитрусовыми. Здесь я могу поставить огромный плюсик ему в карму, именно за то, что это супернатуральный аромат. То есть в будущем я буду рассказывать про один из своих самых любимых цитрусовых парфюмов. Так вот, я скажу вам так, что Сады Боболи, цитрон от Боболи, ничуть не уступает по качеству и яркости звучанию моему одному из самых любимых цитрусовых парфюмов. Так что однозначно могу рекомендовать мужчинам и женщинам, и ищущих именно натуралистичное звучание цитрусовых, которое положено на очень красивую мшистую базу. Классно. Стойкость, как я сказал, часа 4-5. Шлейф умеренный. Очень фреш, очень ярко и очень-очень вкусно. Ну и последний сад на сегодня. Это наш летний сад города Санкт-Петербурга и Вербен-Эте. Собственно, как я и сказал, для этого сада послужил летний сад, но здесь у меня нет, конечно, матча, потому что данный аромат стартует очень сочной, очень хрустящей лимонной вербенной. Это трава, у которой есть четко выраженный запах лимона. Но при этом, мне кажется, он такой немножко более лимонграссовый. Тоже освежает. Он немножечко более... То есть, например, если в садах есть апельсин, то здесь нет апельсина 100%, потому что аромат более горький. Но тоже очень свежий, очень травный. Чуть-чуть улавливаются в самом старте нотки тархуна, то есть, некая такая газированность или травность. Но спустя время он трансформируется в очень спокойный, зеленый, травный летний аромат. Мне кажется, что как Цитрон Боболи, так и Вербен-Эте это одни из лучших будут ароматов для именно жаркого лета. И какой вайп я хочу вывести, наверное, из всех трех парфюмов. Во-первых, это очень классическое звучание. То есть, не прям винтаж-винтаж, а именно такая хорошая классика. То есть, по идее, ты это уже где-то слышал, но сделано это настолько филигранно, что ты не можешь оторвать своего носа. Также мне очень нравится качество компонентов, потому что все звучит супер натуралистично, все очень такое прям реальное и осязаемое. Ну и, я думаю, лучшим показателем того, почему мне этот дом стал близок, это действительно планы по его расширению. Не просто так. Я редко, когда поселяю целые дома, такой, а, проснулся, дай-ка просто заселюсь, за выбором. Нет, нет. Это вот та классика, которая радует, та классика, которая подчеркивает какую-то умиротворенность. И, кстати, что еще хотел бы сказать. Это не городские ароматы. Да, конечно, вы можете его надеть и на работу, и куда угодно, но самое такое вот лучшее, мне кажется, применение этих парфюмов будет, когда вы будете либо в отпуске, либо же за городом, на даче. То есть они вот для такого очень умеренного такого распорядка дня. То есть никакого торопления. Ты, например, сидишь там в гамачке или в кресле, в качалке пьешь, там какой-нибудь вкусный напиток травяной, читаешь книжечку, и вот, например, в этот момент было бы очень классно пахнуть Вервене Те, потому что он будет такой очень спокойный. Да, наверное, самый яркий, я не устану это повторять, это Мосса Рошияма, и он такой туф-ву-туф везде можно, но вот такие вот более натуралистичные сады, как Цитрон Боболи и Летний сад Вервене Те, это аромат такая, медитация, спокойствие и уравновешенность. Друзья, скажите мне, пожалуйста, вы уже успели познакомиться с этими ароматами или нет? Если да, опишите ваших любимцев то, что вам понравилось, потому что, говорю, мне очень хочется больше, больше, больше с ними знакомиться. Также, конечно, не забывайте, в инфобоксе вы найдете все полезные ссылки на мой телеграмм, там интересно, весело. Как я и обещал, я скину ссылки на два интервью, на фрагрантики вы можете это почитать. Ну и, конечно же, вы найдете все ссылки на сайте парфюмерии и косметики rendezvous.ru на данные ароматы. Перейдя по ним, вы можете ознакомиться с ценами, с доставками, также закинуть их, конечно, в корзину и применить мой промокод 10муниц, который сделает из них еще более вкусную цену. Кстати, о птичках. Получается, что с промокодом эти малыши по 15 миллилитров получаются дешевле, чем во Франции. На целую десятку евро. Так что экономия должна быть экономной. Вот. Но это дело уже другое. Самое главное, давайте обсудим эти парфюмы. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк этому видео. Ну а мы увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok